всем привет мои хорошие сегодня новый день и новые задачи ну сейчас у нас утро еще денечку отвели в садик я собираюсь садиться монтировать видео для вас но пока у меня там загружается видео у меня есть время и я сейчас хочу приготовить борщ у нас наконец-то появился холодильник и теперь я спокойно могу приготовить борщ кастрюльку и не бояться что он пропадет на балконе все-таки температура не соответствует температуре холодильника там выше температура вот дочечка вчера принесла курочку кстати сейчас вот я сказала есть что давай экономим денежки нам нужно на то на все я говорю давай самое экономное это взять целую курочку отрезать какие-то кусочки на борщ положить а какие-то кусочки нам пойдут на второе так что и первое второе будет у нас одной курочки ой наш холодильник я все не нарадуюсь открываю холодильник мало того что теперь удобно что все прямо на уровне лица морозилка внизу кстати говоря это прямо очень удобно раз протянул руку взял и вот она наша курочка который сейчас буду готовить девочки у нас вырубили свет кстати это второй раз уже за все время я вот сижу монтирую видео на аккумуляторе пока еще у меня там аккумулятор пока работает пока монтирую ну и света видите нигде нету это кстати вот второй раз выключают но один раз выключили мы уехали как раз там по делам приехали свет уже был батареи были холодные но потому что мы еще пока не купили стабилизатор и бесперебойник говорили что бесперебойник вроде бы нам продлит еще там часа на три может быть работу газовой колонки как бы в общем не знаю что ну ждем зарплату чтобы стабилизатор купить там не знаю бесперебойник может быть купим вот темнота темнота друг молодежи говорится да ну а дочь чтобы время не терять в общем поехала там заказик забрать в общем кое-какие дела забрать и все тишина зато дрели перестали сверлить там то что сверлили с одной стороны тишина хорошо с другой стороны плохо ладно продолжу работу пока у меня совсем аккумулятор не сел может успею до конца смонтировать видео девочки вот пришел мой заказик фаберлик я хочу вам показать что я заказала заказала три парфюма женских это как раз будет для моих победителей будет конкурс который обещала провести мы его проведем немножечко позже и вот я уже делаю готовлю подарочки для моих победителей вот туалетная водичка феста девито так как-то читается фир фир эйдж и понт диор в общем такие вот три парфюм чико но помимо этих трех парфюм чико будет еще кое-что уже начинаем потихонечку собирать подарочки что еще и заказала я хочу вам быстренько просто показать потому что особенного ничего не заказывала в принципе заказ делала вот в основном ради вот этих подарочков я заказала себе кислородный бальзам легендарный кислород и он как раз таки подходит для проблемной кожи и вот написано если у вас проблемная кожа то его можно наносить несколько раз в день ну а если просто так можно наносить его просто как самостоятельное средство или как под крем можно утром можно вечером в общем я его поэтому заказала вообще хочу сказать кислородный бальзам вообще вот этот легендарный кислород мне очень понравился я дома уже брала такое средство и и она очень такой нежной текстуры но приятная на коже еще я взяла такой вот крем для рук нам сейчас крем для рук очень актуально я взяла ромашка как раз за оживляющим эффектом потому что много приходится работать мыть нам его открыли руки у нас становятся такие сухие сухие и вот это такой вот он смягчающий увлажняющий крем как раз то что нужно ну и вот дочка она бы берет все время вот этот вот baby средства для мытья посуды мы уже привыкли и мыть и но очень хорошее кстати средство и она уже закончилась я взялась заказала его еще потом я уже не раз заказывала средства ботаника серия мне это нравится у меня и шампунь и бальзам и гель для душа в общем дома есть но я заказала чтобы это было для меня здесь еще потому что гель для душа которым дочка пользуется он хороший классный но как бы для моей кожи вот мне такой больше нравится еще и заказала шторку для ванны но я сначала заказала думала может быть она дочке подойдет дочка сказала нет мне нужно не такого цвета и вообще хочу другую я говорю ну ничего страшного значит я возьму и себе у меня там старенькая себе новенькую значит повешу вот я смотрю на такая вот интересного как вот переливается что тут мы все доставать не буду я вижу что здесь клееночка она такая прозрачная голубого цвета но и она такая мягкая вот прямо нежная хорошенькая и там еще восемь колец вот здесь вот восемь колец по два штуки в общем заберу эту штурку домой буду ей пользоваться сама ну и еще я заказала вот стиральный порошок потому что мы долго не могли найти порошок где он в какой коробке в каком ящике я сделал такой заказе думаю пускай будет лишний порошок лишним он никогда не бывает тем более перестирывать нам еще придется много тут чего и заказала для белого белья морозная свежесть и для цветов для цветного белья стиральный порошок был по акции цена хорошая поэтому я и заказала думаю хорошо пусть будет вот такую мирную ложечку еще заказала удобно ей насыпать порошочек пускай она будет ну и как всегда новый каталог это уже идет каталог 3 и он как раз уже подарочки нам предлагают заказывать к 8 марта ну надо будет полистать на досуге этот каталожек и что-то там из него потом заказать ну вот вот и весь мой заказик такой вот небольшой небольшой вот такой заказик ну что девочки я сегодня сварила борщ мы с дочкой уже поели так за борщом соскучились борщик с курочкой вкусненький получился а еще у нас на балконе там немножечко постояла открытая бутылка молока но уже была не свежая и еще и еще литр молока у нас был я вчера просто она мешала их и поставила на ночь просто на в кастрюле чтобы они постоять чтобы она постояла дала молоко этому скиснуть а потом просто довела до кипения молоко свернулась получился очень вкусный творожок сейчас он у меня стекает я хотела добавить просто обычного творога туда сделать сырники но этот творог такой вкусный что мне хочется его просто поесть со сметанкой вот без без даже без сырников в общем не знаю дочь а придет что скажет может быть и так его поедим а может сделаем сырнички а еще девочки в полном шоке дочки позвонили сказали что завтра придут двери нам устанавливать в девять часов утра я говорю во сколько ж тогда просыпаться нужно да не в садик отвести нужно как-то тут я не знаю быть на готове мне это просто проснуться мне утром это легко я могу проснуться среди ночи в любой момент скачать в общем как-то мне легко потому что бессонница для меня это такое уже естественное состояние я кофе напьюсь и нормально себя чувствую вот а дочь с внуком любят поспать но дочь и поздно ложится и внук тоже последнее время долго мы не можем его уложить в общем короче и садик поздно идут это хорошо что у нас садик такой у нас можно детей приводить когда хотите потому что садик платный поэтому там все разрешено вот ну в общем короче не знаю сейчас они придут с садика с бассейна и будем с ней думать что то может быть мы подготовим уже с вечера в общем что мы будем делать дальше не знаю жду что она скажет ну а я мои дорогие несмотря на то что сегодня выключали свет я все-таки смонтировала видео это хорошо что ноутбук с аккумулятором он был заряжен и в общем-то у нас полтора часа где-то не было света я продолжала монтировать видео и в общем его смонтировала сейчас поставила на вывод и может быть даже сегодня его публикую вот не знаю дадут мне это сделать или не дадут посмотрим вообще надо сегодня до публиковать даже если допоздна придется посидеть потому что завтра будет уже не до этого никогда будет этим заниматься вот так что ждем девочки решила еще сегодня приготовить курочку потому что завтра я чувствую меня такое предчувствие что мне будет готовить некогда и тогда когда буду двери ставить а после после ухода рабочих я думаю что еще придется много убирать я уже решила приготовить сразу курочку на второе за одно я смотрю видео которое . выпустила сегодня и в общем короче говоря сейчас встречаю мои должны прийти уже с детского садика в общем бегаю от мойки к печке хочу вам сказать очень далеко конечно мой по печке находится я дочке сказала все я теперь точно знаю как должно быть все расположено вот у нас будет холодильник допустим посудомойка я хочу чтобы была мойка стол и печка чтобы это все находилось где-то рядом вот а сейчас мне приходится от одного угла бегать во втором углу так что я забыла а вот в этом углу забыла взять соль вот соль у меня тут стоит я взяла соль теперь я пошла обратно надо посолить чуть-чуть так теперь я пошла обратно мне нужно взять чем то переворачивать на вилочкой не переворачивать будет удобно сейчас я иду назад для того чтобы перевернуть это все дело и второй раз посолить с обратной стороны вот так вот бегаю я из одного угла в другой когда что-то готовлю это очень не удобно дочке сказала обязательно нужно будет поставить все в таком порядке как я сказала иначе говорю будешь готовить сама для хозяйки должно быть все удобно все под рукой вот такие вот дела зайчонок сидит такой как хороший мальчик сидит смотрит мультики кушать яблочко мама вышла в магазин а я пока тут в компьютере смотрю это видео пока пока сидят такие хрумкают оба с наушниками передачу какую-то смотрят про жарку с давыдовичем чего-то там они смотрят смешное смеются такие я как и говорила девочки решила творожок так покушать немножечко активе такой налила не сладкой чуть-чуть присыпала сахаром так вкусно на гарнир я решила сварить рис курочка уже готова сейчас рис сварю и можно будет покушать салатик еще нарежу всем доброе утро к нам пришел мастер по установке дверей я сейчас уже заблаговременно немножечко прибрала постель сложила всю в кучу накрыла и в общем все равно полы мыть придется я в общем папа накрывала по закрывала все максимально чтобы меньше потом было убирать а вот вы слышите он пилит в подъезде он пришел и сразу сказал что пилить буду в подъезде позвоните пусть выключат сигнализацию в общем и позвонили и сигнализацию выключили там по накрывала а я уже дочка говорит да не спеши я не потом убирать меньше я тут максимально все по накрывала по собирала уже в кучу чтоб сразу быстренько раз и вынести вот так что ну посмотрим мужчина сказал что здесь пыли много не будет будет в подъезде но мы там уже уберем там конечно проще но подробности по установке дверей дочь а уже будет снимать в своем видео и вы там видите она будет снимать все поэтапно я уже тогда это снимать не буду чтоб одно и то же вам не показывать ну вы знаете девочки ну такой человек лучше перебдеть чем недобдеть я вот говорю что кто его знает но вот хорошо он пришел начал в подъезде а вдруг подъезде не разрешили бы или еще что и тут вот эта пылюка бы летела я и говорю по любому будет лететь и пусть лучше уже заранее как говорится все уже прикрыть чем уже потом бегать прикрывать когда тут работы уже начнутся делать ну в общем это такая моя инициатива а я вчера выложила видео про холодильник и вот читаю комментарии и кто-то спрашивает вот мне нужен холодильник какой холодильник не купить но девочки ну консультацию в комментариях провести это просто нереально вот откуда я знаю какой вам нужен холодильник может быть вам нужен двудверный side by side может быть вам нужен маленький там чтобы он куда-то поместился я не знаю какие у вас потребности Потому что вот холодильники, в отличие от стиральных машин, да, стиральные машины функционалом отличаются, по габаритам они там практически одинаковые, в глубину немножко отличаются, а вот холодильник, это просто ящик холодящий, и вот эти ящики бывают разных размеров и разных цветов, но даже если не брать во внимание цвета, просто белый, опять-таки разных размеров. Система охлаждения разная, ценовой диапазон огромнейший вообще, вот если зайти в магазин с холодильниками, там вот от мало и до великого, поэтому ну как я могу вам сказать, какой вам холодильник купить, не скажу, вот так не скажу. Сначала идет выявление потребностей, а потом уже предлагается товар, это если в магазине. А потом я не хочу брать на себя ответственность за купленный вами товар, я никому не даю таких прямых советов. То есть я могу сказать, вот рассказать про то да, про это, а выбор должен быть за вами, и каждый человек сам отвечает за свой выбор, но я просто говорю за свой выбор, рассказываю вам за свой выбор, и почему я сделала такой выбор. Вот, а выводы уже делайте, и что вам покупать, это уже ваше решение должно быть. Девочки, ну вот пилили у нас двери в подъезде, за дверью, и вот вся эта пылюка, которая была бы у нас дома, она вот здесь вот в подъезде. Мы уже у нас почти закончили работу, сейчас вот подметем здесь, и можно будет даже протереть и сечет. Зато дома у нас нормально, у нас тут, ну вот тут чуть-чуть только под ногами, в общем-то, и все, просто веничком подмести, но зато на вещах, на вот этих наших кульках, пакетах, у нас нету грязи. Тут здесь не налетела пыль, так сказать, просто на полу чуть-чуть, и это легко подметется веничком. В общем, отделались малым испугом по поводу уборки. Я переживала, что мне придется много убирать. Вот, ну вот это вот надо будет все выпресить. Так-то сравнительно ничего. Много времени уборка не займет. Ну что, девочки, я уже убрала все. В общем, короче говоря, в комнате у нас было немного мусора, немножко стружки я подмела, но резал он эти брусья, эти все деревяшечки, он резал на площадке. Там было больше мусора, но так как там плитка лежит, все веничком хорошо подмелось, и даже там мыть не пришлось. А здесь я веником собрала все легко, и полики протерла. Но здесь пыль не летела, она не оседала на мебель, вот на полке, никуда она не оседала. Поэтому, хочу сказать, отделались, в общем-то, очень легко. То есть, обычная как бы уборка, и ничего страшного. Все это я быстро убрала и протерла, все. Вот, так что, ну, дочка сказала вам уже в своем видео, я вам скажу, одну дверь из четырех нам привезли, немножечко с браком, там скол на углу, и будет у нас замена. Нам должны привезти замену, ну и уже потом, уже позже, когда дверь привезут, уже будем договариваться, созваниваться с этим установщиком. В общем, нормальный установщик нам достался, такой нормальный, адекватный парень. Вот, и он тогда придет, вообще, на пятницу там, ну, он сказал, как бы, что на пятницу там назначили, но это еще через неделю. Но ждать еще столько не хочется, и он сказал, что, может быть, он придет как-нибудь просто во второй половине дня и установит нам эту одну дверь. Вот, ну, в общем, как-то так. Ну, а про двери более подробно расскажет дочка. Она снимала все от начала до конца. Я уже туда не вмешивалась для того, чтобы, ну, чтобы у нас не были видео, как бы, одно и то же. То есть, я снимала, в принципе, в основном, как бы, уборка, и, в общем, чтобы, вот, предохранить мебель и вещи от пыли. Вот моя была такая цель, задача. А она следила за всем этим процессом, и она снимала этот процесс. В общем, все это вы увидите у нее на канале. Встречаем рассвет. Что-то я смотрю, фокуса не вижу. 7.20 утра, а я проснулась час назад, потому что чистили снег под домом. И от этих звуков я проснулась. На улице у нас мороз сегодня. Холодно на балконе даже. И даже фокус у меня не хочет фокусироваться. Вот, в общем, холодруно сегодня. Девочки, а теперь 10 минут 9. Солнышко встало, и смотрите, как красиво. Там тихо, мороз. Минус 9 градусов у нас сегодня. Вот зима уже пришла. Снег лежит. Ну, снега немного, но подморозило, в общем-то. Вообще-то, красиво так смотрится. А сегодня, девочки, у нас вот такая перестановочка. Мы сегодня с дочкой вот так поставили. Ну, посмотрим. Не понравится, по-другому поставим. У нас каждый день какие-то перестановки. Кстати говоря, я почитала комментарии. Самый такой вот часто встречается вопрос. Откуда диван? Кто-то что-то пропустил. Откуда диван? Очень интересно. А дочка говорила уже, что она ездила в Краснодар. Что в Краснодаре закрыли офис. И она кое-какую мебель забрала домой. Вот. Мебель, во-первых, она хорошая. И она какое-то время еще у нас, наверное, постоит. Ну, там не только мебель, там еще что-то она позабирала. В общем, эта мебель, она у нас постоит. Сколько времени, неизвестно. Ну, по крайней мере, сейчас покупать новую мебель нам не до мебели. Нам нужно еще много чего. Нам нужно проводку менять, двери менять. Нам нужно кухню заказывать. Всю кухонную технику заказывать, которая встраивается. Очень много еще чего нам нужно. Поэтому сейчас вот тратить деньги на диван, там на что-то еще вот такое, как бы сейчас пока не до этого. Раз появилась возможность забрать диван, вот его и забрали. Вот. В общем, дочка об этом вам уже говорила. Подробности задавайте ей. Я на этом хочу видео свое закончить, чтобы быстренько вам смонтировать его и начать снимать следующее видео. У нас сегодня выходной день. У нас сегодня постирушки. Из купотушки или как купотушки. В общем, стираемся, купаемся. Денину курточку, комбинезончик я стираю, постирала уже. Вот. Поэтому на улице мороз. На улицу сегодня не пойдем. Ну, в общем, у нас сегодня хлопоты по дому. Такие вот мелкие, ничего глобального. Доча тоже вот монтировала видео, сейчас сидела. Пока я играла с Дени, сейчас она пошла играть с Дени, а я сейчас сяду монтировать свое. В общем, на этом я видео заканчиваю. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует.